Классика Здравствуйте! Мы с вами находимся в Большом Зале Московской Государственной Консерватории имени Чайковского. Совсем скоро здесь начнется концерт, который можно без всякого преувеличения назвать значительным культурным событием. Благодаря музыкальному проекту «Симфония Кавказа», объединившему музыкантов Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга, на лучших сценах страны, в Санкт-Петербурге, а теперь и в Москве, звучат симфонические произведения на адыгские темы русских, советских и российских композиторов, вдохновленных мелодикой и темпераментом адыгской музыки. Глубоко символично, что концерт приурочен к Дню Народного Единства, поскольку именно культурные связи создают прочную основу для взаимопонимания между народами. Несмотря на то, что я буквально ночью прилетел после дитильной командировки в Китай, я счел необходимым быть здесь, с вами, в Кабардино-Балкарии, республике, которую я очень люблю, с президентом которой я дружен, Михаил Голиков, талантливейший дирижер. И вот этот совместный проект с композиторами Кабардино-Балкарии «Симфония Кавказа» – это уникальный проект. Это просто яркое культурное событие в жизни и всей нашей страны, и, конечно, Кабардино-Балкарии. Я бы сказал, не только культурное событие, но и важное политическое событие. Дорогие друзья, я испытываю чувство горлости, что именно на этой сцене, на великой сцене Большого зала Московской государственной консерватории Медведя Ильича Чайковского происходит презентация проекта «Симфония Кавказа». В этом зале, который видел и слышал выдающихся деятелей культуры современности. От имени главы Кабарно-Балкарской искупники Бокова Юрий Александровича я бы хотел поблагодарить симфонический оркестер «Кавказа» и его руководителя Михаила Голикова, лауреатом университета народного конкурса «Кабарно-Балкарской искупники» за ту великолепную работу, которую они проделали. Также я хотел бы отметить автора проекта, заслуженного деятеля искусства Балкарской искупники Марьяны Тюмозукова и моего друга, представителя владыка Балкарской искупники Александра Петербурга, Альберта Сарарова, который являлся вдохновителем и душой подвижника не только этого, но и многих других культурных проектах. Спасибо. Альберта Сарарова 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 Альберта АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Очень приятно стало, что наши артисты, наши молодые композиторы могут дать такие хорошие концерты в нашей столице, в Москве. Это намного сплачивает молодежь. Мы гордимся тем, что мы можем себя проявить в столице нашей Родины, в Москве. Продолжение следует... 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 Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 культуру друг друга, исполнении разных музыкантов, разных национальностей и разных вероисповеданий.